Девушки отдыхают Я всегда мечтал окунуться в этот океан и поплавать здесь немножко. И вы знаете, вот я вот уже с первого дня пребывания здесь, в Киеве, плаваю в этом океане творчества. И я очень радуюсь, что моя мечта вот так вот осуществилась. Вы давно поете? Если брать вот рэп там, это со студенческих пор. 20 лет назад. Я отучился на инженера-строителя. Но так получилось, что все-таки вот победила творчество и начал записывать свои первые песни. Эти песни были в стиле хип-хоп. Старт музыкальной карьеры Такежана был приголомшливым. Первый клеп-клопцы потрапил в ротацию проведенных музыкальных телеканалов Казахстана. Спьянилий от такого успеха Такежан вырушил подкорювать Москву. Однако местные акулы шоу-бизнеса миттево погасили энтузиазм артиста-початковца. Продюсеры сказали пока, до свидания. Не рыпайся, не лезь, короче, это не твое и так далее. Ты обычный, обычный, самый обычный парень. Смирись! У меня была депрессия, тяжело, трудно было. Еще и сын родился у меня, и нужно было как-то зарабатывать. Приходилось водителем работать, приходилось таксовать. Был такой момент, когда я по 12 часов стоял в пробках. Творческая натура, она все-таки как бы начала побеждать и начала меня спрашивать, чего ты хочешь, ты этого хочешь, да? Создай, Такежан, что-нибудь, создай! Создай! Спасибо большое! Отже, зараз, 20 років потому, Такежан повертається, аби спробувати почати все з нуля. Я хочу, чтобы шоу продолжалось. Здравствуйте! Здравствуйте! С чем приехали? Приехал с песней. Это моя интерпретация стихи великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Песня о любви, но у любви есть две стороны. Есть такая как бы сторона, когда сердце страдает, но в этом стихотворении есть и описывается и сторона, когда сердце не страдает, а радуется. Уже нравится! И вот я с этой стороны посмотрел на эту песню и решил сделать вот ее такой, вот немножко танцевальной и немножко динамичной. Удачи вам! Спасибо! Это, получается, народный, да? Алтентичное. Как я? Постоящий казах, да? Да. Две буквы. Подпевайте вместе с нами. Я обалдею. Это какой-то новый стиль. А мне тоже понравилось. Такижа, ну порадовали, правда. У вас такая мощная энергетика. Смотрите, мне больше всего понравился ваш скет, потому что все остальное я не понял. Ну потому что ты просто не знаешь языка. Ага, да, ты знаешь. А может быть вы в двух словах расскажете суть песни? Ну такой краткий перевод. Краткий перевод в трех предложениях. Ну там, как бы говорится о любви, о любви очень большой. И когда человек готов ради этой любви отдать все богатства степей. Раньше оно измерялось, это табуна лошадей, отаро овец, и вот человек был готов пожертвовать всем своим богатством, которые у него есть в степи ради любви к женщине. Идеальное место для необычных, необыкновенных талантов вот как раз в нашем проекте. Но самое главное для меня и радость, которую я испытал от встречи с украинским зрителем. Потому что даже если я не пройду, имейте в виду, что это будет самый счастливый момент в моей жизни. Когда продвигаешься в интернете, ты можешь там двигаться годами. И это время все уходит, 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 а встреча со зрителем тоже уходит. И вот только благодаря вот этой вот встрече со зрителем я как бы вот почувствовал, что такое любовь. Я почувствовал, что такое радость. Спасибо большое, зрители. Спасибо большое, зрители. Спасибо вам большое. Группа «Чего-то» впервые, кстати. Спасибо. О-о-о, я-о-о-о-о-о. О-о-о-о, я-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о, блин, как тяжко, чё-то тяжко. А чего тяжко? Пробивают, короче говоря, вот здесь такое. Мужики не плачут, но бывают такие моменты, которые связаны с чем-то, когда ты долго к чему-то идёшь, долго чего-то добиваешься. И потом ты получаешь шанс выйти на телевидение, оно прям вот, баааа! Ты падаешь, короче говоря. И слёзы текут, короче говоря, аах, какой удар! Айтамсалям калам кас! Айтамсалям калам кас!